Пока без комментариев на камеру, процесс только начинается, заявил обвиняемый Владимир Фишер, директор фирмы арендатора парка. Правда, арендатора бывшего Фишер подтвердил, что договор уже расторгнут, а значит, реновацией парка он больше заниматься не будет, что не уберегло его от судебного преследования. Не позднее 18 октября 2017 года у директора Олидер Фишер не установлено в месте возникло, направленный на совершение незаконной рубки сырорастущих, не отнесенных к лесным насаждениям деревьев различной породы, в том числе клена, яблони, ясеня, тополя, вяза, березы, черемы, хилипы, в особо крупном размере на территории парка, расположенного патрицу Алтайский край, город Барнаул, проспект Комсомольский, 128, с целью расчистки подконтрольной ему территории вышеуказанного парка. По подсчетам обвинения, таким образом Барнаулу был нанесен ущерб более чем на 15 миллионов рублей. А вот активные горожане, обсуждающие вырубки в соцсетях, и вовсе уверены, парк целенаправленно уничтожали, причем, возможно, под застройку. Вот оно место самой массовой вырубки, которое привлекло внимание сначала общественности, а потом и правоохранителей. Более 500 деревьев буквально пошло под нож. Страна обвинения считает, что все это сделано незаконно, но бывший теперь арендатор уверяет, на каждое дерево у него есть отдельное разрешение. Убирали, по словам Фишера, только больные и старые деревья, чтобы заменить их молодыми и здоровыми. Но реализовать план полностью ему не позволила сначала судебная тяжба с прежним арендатором, бизнесменом Павлом Тулиным, а затем следственные действия. Теперь точки на «ты» должен поставить суд. Следующее заседание назначено на 19 февраля. Тогда планирует заслушать показания представителя администрации Барнаула. На первое заседание он, кстати, не явился. Сам судебный процесс, возможно, продлится до начала лета. Отметим, что в случае признания виновным Владимиру Фишеру грозит крупный от 500 тысяч рублей штраф до реального тюремного заключения. Илья Кочетков, Николай Шилко. Наши новости.